Ага, а вот и обманул я вас. Звук-то и нет от этого аппарата, беззвучный совсем, электрический. Представляю вашему вниманию Hyper Engine BS270. Я тут заметил такую тенденцию, что на нашем канале все больше и больше обзоров на электротранспорт. Как я и говорил, действительно, электрика входит в моду. Уже пятый аппарат по счету мы снимаем, и второй из этих аппаратов в форме скутера. В общем, сегодня мы с вами будем разговаривать про Hyper Engine BS270. Что можно рассказать вообще, в принципе, про электроскутер? Да нечего особо рассказывать, потому что нет ни двигателя, ни каких-то там супер-пупер навороченных подробностей, какие там системы впрыска стоят, увеличение, открытие клапанов, всего такого. Здесь этого нет. Здесь электромотор, аккумулятор и контроллер, который всем этим управляет. Все, больше ничего. Но все равно я найду сейчас, что вам рассказать. Короче, начинаем с внешнего вида. Когда я первый раз увидел этот скутер, я подумал, блин, зачетный, нормальный скутер, выглядит четко. Если бы я такой увидел где-нибудь на улице издалека со стороны, я бы даже подумал, что он бензиновый. Ну, потому что он реально выглядит как обыкновенный скутер. Ничто его, блин, не отличает от любого другого аппарата. Единственное, только глушителя нет с одной стороны. Вот этим он может сразу себя выдать. Выглядит классно. Спереди у него вот такая решетка, кенгурятник, не знаю, как это обозвать. В общем, это смесь BVS, наверное, и какой-нибудь Honda Zoomer, потому что сзади отчетливо виднеется рама. Здесь у нас большие фары, здесь у нас литье, вилка, которая выглядит нормально. Сзади вот эта графика лиловая, тоже выглядит зачетно. Какие-то там накладочки, вот эта решетка. И молчать. Да молчать сказал, ладно, так уж и быть, сниму его сигнализацию. Она здесь, кстати, есть, вы понимаете, его у вас не угонят. А если попытаются, он будет громко орать. И вот эти вот стопари, два круглых, опять же, мне что-то напоминают. В общем, по дизайну скутер реально получился нормальный. Ладно, теперь поехали по жести. Здесь у нас мотор стоит не отдельно от колеса, он встроен в колесо. Эта система называется мотор-колесо. То есть у вас нет никакого привода, ни цепи, ничего. Все сразу же находится в колесе. В этом есть свои плюсы, но и есть свои минусы. Потому что если бы это был, допустим, кроссовый аппарат, мотор-колесо получается очень тяжелым. Само колесико тяжелое, а значит, неподрессоренная масса в подвеске становится слишком высокой, когда вы будете летать по кочкам. Но это нехорошо, вас будет бросать, трясти и все такое. Здесь же скутер. Скутер предназначен для того, чтобы ездить по обычным дорогам где-нибудь у себя в городке. Поэтому здесь минусом это можно не считать. Мотор-колесо это несомненный плюс для такого аппарата, потому что обслуживать нужно еще меньше всяких деталей. Например, ту же цепь, какой-нибудь привод, если бы здесь был. Нифига здесь нет. Мотор-колесо и все. Но у него характеристики какие-то должны быть. Все-таки мощность, крутящий момент, что-нибудь такое. На сайте написано не так уж и много про этот мотор. В общем, только мощность. Это 3 киловатта номинальная. Я бы не сказал, что это мало для этого аппарата, потому что вдвоем он тянет лук в такие горы, что вы опупеете. Есть 50-кубовые китайские скутеры, которые надо пятками подталкивать, когда вы едете в горку. С этим таких проблем нет. И это 3 киловатта всего лишь. Напряжение, на котором работает этот двигатель, 72 вольта. Все, больше ничего про него нет. Еще то, что он бесщеточный. А бесщеточный это хорошо вроде бы как, потому что там нечему стираться, меньше обслуживать, дольше будет ездить. Если я чего-то не договорил про этот мотор, те, кто больше меня разбирается в этом, отпишите в комментариях, чтобы я хоть тоже познавал про эти моторы. Все-таки модная тема. А раз уж мы идем по жести, то надо посмотреть все вот в этой части, где должен находиться двигатель у бензинового мопеда. Вот здесь у нас просто пластиковая накладка. Она закрывает маятник, на котором держится мотор-колесо. И все, больше тут ничего нет под этой накладкой. Тут проходит какой-то силовой провод. Здесь мы можем наблюдать огромных размеров аккумулятор. Он начинается вот отсюда и заканчивается вон там. Если приглядеться, прям вообще-вообще. Из-за этого аккумулятора, конечно, дорожный просвет становится маловато. Эдак сантиметров, наверное, 10-15. Не, 15, да, все-таки десятка будет маловато. И это выглядит очень страшно, потому что он торчит прямо вперед. Но этот скутер предназначен для того, чтобы ездить на дорогах, как я уже говорил. Поэтому пеньки на нем ловить аккумулятором вам не придется. Но, в общем, если вы все равно каким-то образом сумеете поймать пень этим аккумулятором, он вряд ли взорвется, потому что он кислотно-свинцово-гелиевый. А гелевый – это значит, что все, что находится внутри него, в желеобразном состоянии. И, по крайней мере, я не слышал о том, чтобы такие аккумуляторы взрывались. У меня с электротехникой проблемы, поэтому по аккумулятору прочитаем вот так. Емкий, 2304 ватт-час. Не знаю, что бы это могло значить, просветите меня, опять же, в комментариях. А также 72 вольта и 32 ампер-час. Все. Больше про этот аккумулятор ничего не известно. Ладно, теперь переходим не к такой жести, как мотор и все такое. К такой жести уже, что относится к подвескам, там, ко всему остальному. В общем, 12-е литое колесо спереди. Заднее литым я бы не назвал, потому что мотор внутри него, какой оно литой. Это мотор с колесом, но тоже 12-й. Имеем мы дисковые тормоза. Здесь я бы сперва сказал, что они плавающие, но на самом деле это обманочка. Они цельные, не плавают они никуда. Двухпоршневые суппорты, что спереди, что сзади. Впереди стоит с виду моднючая просто вилочка с какими-то там резервуарами, с какими-то будто бы преднастройками. Но никаких преднастройок здесь нет. Она просто стилизована под модную вилку. А так она абсолютно обыкновенная и на самом деле достаточно жиденькая. Задние амортизаторы, сейчас вам сразу про них расскажу, они тоже выглядят моднючими, тоже типа выносные резервуары здесь. Но они крайне слабенькие. Аппарат абсолютно новый. Когда мы на него сели первый раз, мы сразу почувствовали, что он матрасит. Потому что мы все-таки не по идеально ровным дорогам ездим даже в городе. Есть кочки, есть волны, и он на них начинает раскачивать. Поэтому за подвесочку я бы здесь плюс не поставил. И тем более за три дня езды, на нем я его тестирую три дня, только один раз успел разрядить и зарядить. У него вытекли задние амортизаторы оба. Дмиток, прям подсними вот здесь. Вот оно, вот оно, ребята. Маслечко здесь из обоих амортизаторов потекло за три дня. По всему поэтому вопросы к подвесочке здесь есть. Управляемость у него из-за нее достаточно сильно страдает. По крайней мере, если валить где-то в поворотах на максимальных скоростях... Блин, я чуть не задохнул сейчас. Ну еще раз. Выглядит она четко, но работает не очень. Далее, байк обладает двумя подножками. Боковая, чтобы модно его поставить на парковочке перед девочками. И центральная, чтобы поставить его, чилить, сидеть, обслуживать, что угодно с ним делать. Это хорошо. Сзади багажник. На него можно что-нибудь установить. Это хорошая тема. Можно держаться. В общем, не зря его сюда воткнули. Фары офигенные, светодиодные сзади. Выглядят четко, светят, ярко. Причем даже, по-моему, немного слепят, потому что у них нет рассеивателей. Но днем этого так не видно. Вначе, может быть, даже ослепят. Я бы сюда рассеиватели добавил на всякий пожарный. Сидушечка здесь несомненный плюс. Во-первых, она мягкая. А во-вторых, полноценная двухместная. Когда сюда садится два человека, они не чувствуют себя ущербными. Потому что и ноги есть куда поставить. Специально для пассажира здесь пол немножко выходит за границы рамы. То есть, ноги сюда ставят с комфортом. Водитель тоже влезает сюда адекватно с этой сидухой. В принципе, с его размерами. По размерам он не маленький. Здесь, чтобы зацепиться рулем за коленку, мне при метре 80 нужно сильно постараться. То есть, пространство здесь есть, и ты чувствуешь себя нормально. Багажник открывается не с центрального замка, а сбоку здесь есть специальное такое отделение. И при этом он ничем не подпружинен. То есть, он не поднимается сам. Иногда это неудобно, когда ты идешь с пакетами. Под самим сидением находится багажный отсек, в который можно что-нибудь уместить. Но целый шлем сюда не влезет. Не такой уж он и большой. Потому что все-таки сюда нужны контроллеры и всякую электрику уместить. Здесь есть порт зарядки для того, чтобы ее подключать. Обыкновенная такая, как от компьютера. Она здесь стоит. В общем, не совсем, не совсем все это стилизовано под супермодный байк. Вот такая вот зарядочка здесь лежит. Абсолютно от обыкновенной розетки работает. Заряжает байк за 8 часов полностью с нуля. То есть, ночью ты его поставил. Утром уже поехал кататься. Насколько его хватает? Ну, примерно на 75-85 километров. Я катался на нем 2 дня. Я нашел в нем косяк. Одометр постоянно сбрасывается, когда ты его глушишь. Поэтому я точно не могу сказать, за сколько он разряжается. Но 2 дня я гонял. Но только под конец второго дня, кряхтя-пердя, со скоростью 20 км в час. Потому что он реально уже разряжался. Я ехал из соседнего городка до дома. Но он вывез. Он вывез 2 дня. Поэтому 75-85 километров. Этому я верю. Также под сидением находится тумблер, который полностью обесточивает этот скутер. Ну, там, чтобы аккумуляторы, наверное, не портились. Чтобы он просто не возгорелся. Хотя, почему он должен возгореться вообще? Все. Больше под сидением ничего интересного нет. То, что там проводки всякие есть, какие-то лючки. Они нам не понадобятся. Его не нужно обслуживать. Он никогда в жизни не сломается. По крайней мере, по мотору, по аккумулятору и по всему такому. Что касается подвески, маятников, всяких подшипников. Естественно, здесь обслуживание точно такое же, как и у других аппаратов. Все это изнашивается. Все это нужно делать. Например, вытекшие амортизаторы нужно либо заменить, либо обслужить. Здесь вы только облегчаете себе жизнь путем того, что нет бензина, нет масла, нет движущихся поршней, которые тоже там изнашиваются. В общем, здесь нет двигателя. Вот это плюс. Дмитрий говорит, здесь же тоже двигатель. Это не двигатель, это мотор. И он не ломается. Я не знаю, чему там ломаться. Опять же, подшипником, может быть, максимум. И при этом, самое главное, от него нет никакого шума. Я езжу два дня и просто угораю. Мы с Дмитом садились на этот мопед беззвучно. Мы выезжали откуда-нибудь из-за угла и сами просто ржали. Люди на нас смотрели с квадратными глазами, потому что они думали, что мы наркоманы гребаные. И то, что мы едем на каком-то трансгалактическом боевом звездолете. Потому что едет быстро, колеса шелестят, а звука никакого нет. Ладно, подходим к концу. Впереди имеем огромное крыло здоровенных размеров. Просто грязью на этом мопеде вас вообще никогда в жизни не закидает. Сзади тоже крыло громадное. Их там два. Фары большие, но я не знаю, зачем они сюда затолкали обычные галогеновые лампы. Они жрут больше электроэнергии. Надо было светодиоды сюда втыкать. У меня постоянно выключены фары на этом мопеде, чтобы его не разряжать быстро. Если поставили светодиоды, я бы, может быть, их включал. Но светят нормально. Здесь есть ближний и дальний. Это, естественно, должно соответствовать всем правилам ПДД и всего такого. Но на него не нужны никакие права. Я ездил на нем без шлема в одних очечках. И мне было похрен. Потому что по закону это велосипед. Вообще ничего не нужно. Можно ехать по встречке. Можно ехать по пешеходным переходам. Можно заехать в магазин, в электричку, куда хочешь. Это, ребята, велосипед. Все, прям вообще заканчиваем. Тут есть вот такая вот накладочка. На ней написано ВИН. Но ВИН номера под ней нет. Китайцы просто клепают все одинаково. Ставят пластмасски одни и те же. Но ВИНа там нет. Опять же, это велосипед. Впереди у нас есть приборка. Ключи где-то я от него потратил. А нет, вот они. Кроме приборки, здесь есть замок зажигания, который блокирует руль. Который сам блокируется отдельным ключиком. И здесь есть вот такой маленький кармашек, в который можно затолкать свой телефончик. Ехать слушать в наушниках музыку отдельно вместе. Вы поняли. Теперь, что касается приборки. Приборка здесь есть. Она показывает достаточно много. Его пробег, который не работает сейчас. Его зарядку, которая тоже работает крайне странно. Ты даешь газу, а она опускается сразу в разряд. Но при этом она нормально показывает напряжение. 75 вольт прямо сейчас. Когда даешь газ, это все просаживается. Поэтому там что-то убавляется. Не знаю, как с этим всем разобраться. Скутер сейчас заряжен не на максимум. Когда был максимум, она показывала 83 вольта. Поэтому навалить прям со всей дури не получится. Но все равно дури ему хватает. Вам понравится. Но эта приборка слишком тускловатая. То есть днем ее разглядеть тяжело. Тем более здесь еще есть вот эти вот поворотники и дальние, которые не светятся. Не светятся. Это все дублируется на самом экранчике. То есть вот я включил поворотник. Здесь он мигает, а здесь нет. Я не знаю, зачем такую приборку делать. В общем, это непродуманность, непродуманность. Когда ты покупаешь продукт, а он стоит 180 тысяч рублей. Это прям немало. Для электрики нормально, но все равно немало. Хотелось бы, чтобы он был продуманный. Чтобы на нем работало все так, как оно должно работать. Ладно, по приборке рассказал. Тормоза оба дисковые. Это круто. Тормозят хорошо, на ходу покажу. Рычажки нормальные, регулируемые. То есть их по вылету можно отрегулировать под разные пальцы. Ничего больше необычного здесь нет. Две бибикалки. С обеих сторон просто тут кнопка стартера должна быть. Но ее сделали как бибикалку. Включение фар, поворотников. Даже аварийка есть. Помигать дальним можно. Что отличается, так это только вот эта вот штуковина, которая стоит здесь. Это переключатель режимов езды. Их здесь четыре. Спорт, драйв, паркинг. И, блин, задняя скорость. Вы понимаете? Вы поставили вот этот вот тумблерок вот так. Стоите где-нибудь на парковочке. На тебя кто-нибудь смотрит. Даете газу. И просто едете назад. И у всех глаза становятся квадратные. Прям совсем, чтобы назад ехало. Такого у меня еще не было на электротехнике. Что у нас было? Что у нас было? БМВ? Еще что? Сюрон. Короче, у нас реально было мопедов уже штуки четыре на обзоре электрических. И ни у одного не было заднего блин-хода. А здесь он есть. Это реально трэш и угад. А теперь погнали. Уже наконец-то я вам покажу его в деле. Ну, начнем мы наш тест-драйв не просто с какой-то покатушки, где я буду рассказывать, что это такое, как оно едет. А начнем с натуральной, блин, гоночки. В общем, у нас здесь есть Yamaha Aerox с Лехой на борту. Он заряжен просто в сиську, валит хорошо. Прямо рейсинг, все дела. А также у нас есть винцо, которое мы, между прочим, скоро будем разыгрывать. Поэтому переходите в мой инстаграм, и там будут все новости. За бортом винца, за рулем винца сидит Трофим. Он готов на все. Он мечтает нас разрезать, как... В общем, на трать он нас хочет. Винцо на Sport Confidate, типа стант там, не знаю, все такое. Не очень сильно валит по сравнению с Роксом. И мы все это сравним с электрическим мопедом. Насколько он быстрее. Я, честно, не знаю, кто кого здесь разорвет. Прямо вообще ставки высоки. Но одно известно точно. Вино стартует быстрее, чем Рокс. А Рокс по скорости уделывает вино. С электричкой непонятная нифига. Поэтому мы сейчас просто встаем на старт, даем газ в пол и смотрим, что у нас из этого получится. А пока это не произошло, поставьте видео на паузу и проголосуйте, кто кого и когда разорвет. Поехали. Все, пацаны, встали на старт. Поворачиваем ключи, запускайте байки. Мне, кстати, запускаться не надо. Я просто повернул ключи, у меня все готово. Давай, Трофим, дергай кикульку быстрее. Мне уже не имется. Только газ не зажимай, а то уедешь. Все, стартуем на третий гудок. Я буду гудеть. Блин, что за дела, я просто всем всосал. Я просто сходу всем всосал. Мне казалось, что он быстрее валит, электрика же все-таки. Рокс вырвал, блин, вырвал, отымел вино, а я просто просрал всем. Хотя на спидометре у меня уже 90. У меня 90 на спидоке. Я их догнать не могу. Короче, как я и говорил, вино стартует речь, а Рокс уезжает потом вперед, а я просто позади. Ну, что я могу сказать, товарищи. Звук сейчас говеный, потому что я выключил камеру. Все понятно. Все-таки скутер у нас не 50-кубовый, а заряженный. В этом 70 на спорт. В этом 70 на рейсинг. Естественно, электричку 3-х киловаттную они разорвут. Это не мудрено. Но зато как тихо я ехал. Ничего заводить не надо. Не орет, не пердит. В общем и целом, один кайф. Теперь поехали тест-драйвить его и кататься по дорогам общего пользования. Все, настало время тест-драйва. Гоночку мы прошли. Надеюсь, все свои ставки сделали и были правы. А кто не был прав, ну, блин, ну не были вы правы. И все, ладно, чего уж там. Короче, байк заводится вот такой методикой. Повернул ключ и все. Больше тебе ничего не надо. Вот эта вот переключалочка, просто драйв. В нем он едет помедленнее. Спорт побыстрее. Максималка и разгон вроде бы как. Паркинг и задний ход. Все. Ничего здесь больше нет. В остальном скутер такой же, как и обыкновенные бензиновые мопеды. Тормоза на месте, газулька на месте, фары включаются. Просто ничем не отличается абсолютно. Но, когда ты начинаешь на нем ехать, ты понимаешь, что-то здесь не то. Звука никакого нет. Вот эти пердят. Вино потише. Ладно, Рокс вообще орет страшно. Ты на нем едешь, ты чувствуешь, что тебя все ненавидят вокруг. Тебя хотят уничтожить. А когда ты едешь на этом мопедике, люди просто смотрят и не понимают, что только что произошло. Что мимо нас пронеслось с ветерком. Звука нет, только шелест колес и все. И по скрипыванию какой-нибудь подвески с покрочком летишь. Короче, аппарат реально, как бы это описать, вселяющий в тебя свободу. Ты на нем едешь где хочешь, по любой дорожке. Не только потому, что он тихий, а еще и потому, что на него никаких прав не нужно и ничего не нужно. Можно по встречке ехать. Никто ничего тебе за это не сделает. Можно на красный проехать. И никто тебе ничего не сделает. Естественно, если полиция попытается вас остановить, точнее, она попытается вас остановить, когда вы на такой штуке на красный проедете. Но остановишься, вы скажете, электрика, 3 киловатта, права не нужны, и делаю, что хочу. Это велосипед. И в принципе, я так уже и делал. Я ехал по Лобне на днях. Там была авария и 5 машин ДПС. Я ехал без шлема, потому что на нем можно ездить без шлема, потому что это велосипед. В одних очочках, чисто кайфовал. Они меня тормозят, говорят, надень шлем, и я говорю, а что, у меня велосипед, велосипедисты же без шлемов ездят. И все, и все от меня отстали. Короче, реально угарная тема. Но когда-нибудь по-любому на это все ведут права. Потому что народу на электротехнике все больше и больше. А сейчас я шлем одел, ну потому что все-таки камеры надо как-то закрепить и записать вам звук. Ладно, сейчас попробуем решить вопрос с максимальной скоростью. Потому что мне кажется, что спидометр здесь подверает. 90-е это слишком быстро для 3-киловаттной электрички. Ну вот и все, я включил приложение, с помощью которого можно измерять максимальную скорость. Пока покатаемся, посмотрим, что к чему. Строфи, блин, так страшно ездить. Он постоянно вылетает, он постоянно забывает тормозить. Камздец. В общем, посмотрим на максималочку этого аппарата. Теперь по ощущениям. Что по подвеске? Первое, что здесь бросается в глаза, когда на нем едешь, это подвесочка. Потому что в ней есть проблема. Она сильно матрасит. Как я уже сказал, задние амортизаторы вытекли. А вилка, такое ощущение, что слабовато. Когда ты тормозишь, ты прям чувствуешь, как она сжимается по полной программе. А переезжая полицейский, особенно вдвоем, задницу начинает раскачивать. Это, конечно, для скутера, который по ровной дороге должен ездить не очень страшно. Но если бы он был чуть быстрее, допустим, в поворотах тебя может раскачать. И будет прям стрёмненько. Но все-таки 3 киловатта очень быстро не ездят. По спидометру было 90, вживую посмотрим. Но подвеску бы здесь доработать. За 180 тысяч все-таки получше какие-нибудь амортизаторы и вилочку. По самой рулежке вообще никаких вопросов. Рулится как абсолютно обыкновенный скутер. Только у него вылет вилки чуть больше, угол. Поэтому он как-то более вкопанный на дороге, что ли. Не такой юркий. На нем как поворачиваешь, чувствуешь себя как на чопере больше. По посадке огонь. Жопа сидит приятно, удобно, комфортно. Ну а что тут до руля тянутся, не тянутся, нормально. Все, вообще руль высоко. Коленки в жопе. Большой реально скутер. На нем вдвоем удобно. Ноги есть куда поставить. Дискомфорт не испытываешь. Что еще можно рассказать? Защита рук стоит. Типа ветер, не знаю, в них не дует камни, не летят. Тоже клевая вещь. Тормоза. Тормоза здесь эффектные. Можно прямо сейчас юзом задним оттормозиться. Даже с такой скоростью сразу хватает. За 4 дня езды ни разу их не сумел перегреть. Хотя я на нем валил во всякие повороты. Постоянно оттормаживался. В общем, по ним вопросов нет. Они еще и регулируются. По приборке вопрос только в том, что она тускловато. Вот, например, сейчас заряд аккумулятора я не вижу. Саму зарядку вижу, а напряжения его нет. Тускловато, надо сделать поярче. Ну и поворотники с дальним не мигают в этих отдельных окошках. Зеркало я поставил сюда специально с Рокса, потому что просто захотелось мне так. В комплекте к этому скутеру, естественно, идут нормальные зеркала. Но я их ставить не стал. А ладно, что я туплю-то? Я же на велосипеде, мне можно и по обочине ехать. Лишь бы кочек только сильных здесь не было, а то я расшатаюсь. Ну неужели все поехали быстро? Кстати, на дорогах общего пользования этого мопеда вполне хватает. То есть в городе все едут 60-80. Я не знаю пока еще, какая у него максималка, но от машин ты не отстаешь по городу. По шоссе, естественно, там уже 90-110 все лают. Этот скутер на такое не способен. Вот сейчас как раз мы и въедем в городок и посмотрим, на что он там способен. Пробки, не пробки, просто машины едут в два ряда. Давай, Илья, езжай! Вот у них мопеды пердят, стантят. Все это, конечно, клево, но кому-то, может, и электр, и тема нравится. Ездить беззвучно и беззаправочно. На два дня мне его хватило кататься. Вот просто кататься два дня. Он не выключается сразу, когда разряжается. Он потихоньку начинает тухнуть. Когда он у меня начал разряжаться, я просто ехал со скоростью 20, держа газ в пол. И уже понятно, что да, он умирает, но он дотянул меня до дома. Во, сейчас по спидометру 94 аж было. Не, явно спидометр врет, так что по максималке мы все поймем сейчас. Ну, вот и нормально, машины обошел в междуряди, проехал. Только в междуряди, конечно, опасненько, потому что тебя никто не слышит. Но это уже другой вопрос. Кто-то, может, на нем и по бордюрам будет ездить, потому что можно. Не, ну вот я сейчас еду на нем, как на скутере. Я бы не сказал, что подвески недостаточно. Просто так как я езжу и на нормальных аппаратах, полностью исправных, я понимаю, что она матрасит. Но ее вполне хватает, чтобы даже вдвоем передвигаться и не испытывать никакого дискомфорта, пробоев и всего такого. Только вот управляемость страдает из-за этого матраса. Опа, абсолютно беззвучно пробираемся здесь. А здесь я уже не проберусь, потому что у меня защита рук стоит широкая. Прикол в том, что у него тяга снизу прям очень плавная. Ты его нормально можешь контролировать. А, например, на заряженном Роксе ты контроля такого не имеешь, потому что он дерганный. То есть здесь в межзрельях прям плавненько-плавненько тихонечко можно пробираться на супернизкой скорости. О, Хендай валит, я его догнать не могу, смотрите. На спидаке у меня уже 80, а он меня делает. Ну это просто таксисты, они любят жарить. Нормально он себя на вот этих стыках ведет. Естественно, потряхивает, колесики 12-е. Это вам не эндуро, но нормально. Жить можно. То есть по городу прям по-большому можно передвигаться и не чувствовать себя ущербом. Но это до тех пор, пока он не разрядится. Потом 20-ка, 10-ка и все, и вы останавливаетесь и идете на зарядку. Опа, опа, опа. Скоростной проход поворота. Пацаны, вы вообще едете на сколько? На половинку газа или еще меньше? На половинку. На половинку? На половинку? Ну, короче, они едут на половинку, а я в пол. Ну, 3 киловатта, никаких прав не надо. В этом-то и есть, весь соль. Ну что, давайте пердуны трогайтесь. Ай, как шумно. Ай, как шумно. Все, хорошо, что они свалили вперед. Я с закрытым визором в идеальной тишине еду. Кайфую, чилю. Могу кому-нибудь в огород заехать сейчас по пути. Никто не будет против моего этого самого присутствия. Да нет, нормально, прям уверен, но он едет по городу. Не как заряженный Рокси, естественно, но ведь уверенно. Вы посмотрите, я просто еду и еду, и хрен с ним. И хрен с ним, я даже в левом ряду по городу могу ехать. Смотрите, я машину догоняю. Ё-моё. Если б не было трофи сзади, я вообще уверен, обгонять их начал. Но он дышит мне в жопу, я боюсь его. Причем подхват на любой скорости у него есть прям вот этот электрический приход. Что с места, что километров сорока. Охренеть, я на электромопеде езжу и обгоняю машины. Ха-ха. Причем реально на таком лайтовом. Я вообще такого не ждал. Мне всегда казалось, что электроскутеры маленькие. Это прям вообще дохлядская фигня. Но нет. 89. 90. 91. Я на нем езжу целый день сегодня. Он все равно едет на всю дудку. Когда у него происходит интересное снижение скорости из-за того, что он разряжается, я пока не понял. Но день явно можно кататься смело. Так, в общем-то мы подъехали к магазинчику. Всю дорогу записывал максимальную скорость. Смотрим. 71 километр в час. Но спидак врет. Спидак врет. 95 на 24 врет. Я не знаю, почему так происходит. Эта фигня не врет никогда, если только не залагает сильно. Но 71 для электроскутера по городу это вполне. Это прям вполне. Это почти предельная разрешенная скорость. Короче, нормально себя на нем можно чувствовать. Отъездили на нем полдня. Напряжение в батарее сейчас 74 вольта. Работает мотор, насколько я понял, на 72. То есть проездит он еще долго. Ну и сам вот этот показатель показывает полный заряд пока что. Короче, полдня проездили. Можно ездить еще полдня спокойно, насколько я понимаю. Ладно, на этом тест-драйв заканчиваем. Подведем итог. Плюсы. Дизайн офигенный. Внешка хорошая. Электродвигатель. Это топ. Звуков нет. Ездишь на расслабоне. Можешь разговаривать с своим пассажиром. Люди кайфуют. Все кайфуют. Обслуживать не нужно. Охрененно. Мощность, максимальная скорость. Его разгон тоже несомненный плюс. Для электротехники это нормально. Ездит далеко. Ездит достаточно быстро. Разгон вообще хороший даже вдвоем. А минусы это, естественно, его неполная продуманность за эти деньги. Вот эти вот пластмассочки, которые имеют крепление, но друг с другом они не сходятся. Вот эта подвесочка, еще один минус, которая вытекла за два дня и сильно матрасит. Вот эта приборка, которая не до конца подключена. Поворотники мигают только на экранчике, а здесь они не мигают. Ну и сама приборочка тускловато и показывает не всегда правильные показания. Не знаю почему, но именно в этом аппарате приборочка глючит. Ну и зачем-то установленные сюда галогеновые лампы. В общем, думать вам, решать вам, покупать или не покупать. Ссылочка находится в описании на этот аппарат, если кто заинтересовался. А с вами был Андрей Скутерец. Пишите свои комментарии, предлагайте, что взять на обзор. Всех люблю, целую. Лайки, дизлайки там. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok